Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я представляю вашему вниманию партию за Швецию в Сидмерс Цивилизейшн 6, Газелинг Сторм. Карта фрактал, поэтому земля сгенерироваться может самая необычная, а уровень природных катаклизмов самый высокий четвертый. Партия всего на 6 человек, и получилась она динамичной, быстрой, поэтому я и решил вам ее показать, хотя и записывалась до последнего патча. Напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу, достаточно им перейти во вкладку сообщества. Для всех остальных они будут выходить каждый день. Традиционно прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров в комментариях и оскорблений участников. Приятного вам просмотра. Ну не знаю, тут река, конечно, но тут около этой реки очень странно ставить город, и я бы, конечно, тут оставил. У нас и табачок есть, потом наберемся до сахара. Сразу растем. Что правило там до победы 250 ходов или что? Ну мы играем, мы смотрим партию. Я не думаю, что мы будем доигрывать прям 250. Да, без всяких правил, всяких ограничений, без ничего. Кто там сказал, шеф-тентер. Что, работает? Я нажал шеф-тентер и... Ну не знаю, может просто производство не будет, а шеф-тентер сам работает. Ну они сказали, что производство не накапливается, да. Нет, ну имелось в виду, у меня, конечно, шеф-тентер должен работать. Ну посмотри, будет накапливаться производство или нет. То есть себе вообще не будет накапливаться производство, теперь же это вообще не... Ну вот, на мере, на мере, на ходу прачник был 6 ходов строится, а сейчас показывают 5 ходов строится. Значит, накапливается, значит, обманули. Зачем они это сделали? Так, оставляю пока все. Пойду тут, смотрите, вот тут вот выглядит так, что тут как-то конец, вот тут где-то, наверное, будет место. Я хочу оленей обработать сразу. Блин, ну мне плантации открыть. Ну, наверное, обработаю шеницу, чтобы ускорить плантации и сразу пойду. Что, тут еще и черепахи. Ну вообще, старт очень-очень крутой. Снежность, паница. Три, три ресурса роскоши, еда есть, производство есть. Что-то здесь снежный гриб. Это, наверное, вот так. Что они придумали, да? Значок разведчиков поменяли. А это типа мод, да, на кошек или это просто можно в настройках? Столица, что-то белое, все вокруг столицы. Хорошо, что у меня столица не на реке. Да, в общем, прикольно. Ну, посмотрим, то есть четверка должна, по идее, намного чаще делать все эти штуки. Так, а если я сюда переключу, 3-1, о, давайте так оставим. Эээээ, где хром Артемид? А, он похоже в Райзен Фолл. Вот вам и отсутствие Райзен Фолл. Да, я такой сижу в производстве, накапливаю такой, на Артемидку. Тут не будет чудес из Райзен Фолл. Вот в чем минус. Кто-то у нас без Райзен Фолл играет. Упи Райзен Фолл, что ты это? Ну, там всякие скидки есть же. Я, мы Райзен Фолл сейчас. Я там, где постоянно покупаю. Я, что-то, производство, правда, не накапливается. Какой-то бред, это вообще, что-то новенькое. Поселение с 11 ходов строится. Так как кто-то думает, что-то производство накапливал. У меня, это, показывало, сначала 6 ходов, ой, 6 ходов, потом 5 ходов. Мне показывал сначала 7, потом я клетку переставил. Короче, где-то в 11. Еще хворит, как-то. Еще провели. А, мы играем на фрактале, кстати. Поэтому тут могут быть очень странные. Происпространство теперь странное предназначение накапливается. Я вот так заметил, если все клетки не трогать, там ничего не менять, не закреплять, то оно накапывается. Если начинаешь что-то трогать, то оно все. Все понятно. Насухо. Вот, она сейчас клетки закреплены, ничего не присунуто, оно копится. Ну вот, у меня постеление с 8 ходов, 4 производства клетка. Надо лошадей обработать. Я бы и камень обработал, как-нибудь. Поселение с выйдет, честно, в 16 ходовом. Здорово. 1,5. Нормально. Нормально. Так, вообще бы, конечно, почитать. Ух, наводнение, что дуболома моего не шо. 40 хп осталось. Шоп-контент. Вода убивает бойцов. Может мне табак пообрабатывать, чтобы быстрее получить? Я видел, как речку разнесло, я приталка где-то, потому что хранится. Варвара, поставим поп-царь. Нижнадцать. Давайте, наверное, поставлю так, 3 хода, а так будет 4, да? Зато пантеон премиум. Белые границы, скорее всего, ггшка. Ну, тут явно конец все-таки карты. Хотя это, знаете, на фрактале никогда ты не можешь быть уверенным, потому что конец карты. Тут засуха происходит. Но тут все-таки больше выглядит, как конец карты. Тут, конечно, можно какой-то отросток быть вверх. Так вот, за 6 ходов примем пантеон. Я думаю, что тут надо на престиж брать. Хотя и на вырубку неплохо... А, тут, кстати, на престиж не так уж и много клеток, особенно здесь у меня. Вообще, надо на вырубку брать. Тут очень много лесов и джунглей. Верховую езду ускорили гончарную. Вот, а рошейне 4 хода, как раз я до табака доберусь. его обработаю. Да, интересно. Тут я горами защищен. От того, кто хотел бы ко мне прийти. Здесь вот, кстати, кампус на плюс 4 возможен. Ну, я бы город сюда ставил. Давайте глянем, продолжает ли у меня лагать с метками. Да, походу. Вот эти вот это вот у меня лагает. Раз, два, три. Ну, сюда город, да? Третий. Хотя, вроде, и так нормальная. Вроде, не так уж сильно хотели. Но вот это вот подлагивает. Здорово. Обработали, пошли. Обрабатывать табачок. Чувао, что-то мексиканское. Пол Мексики тоже, как говорится, сейчас США. Скорее, пол США, это Мексика. Ну, да, да, да. Засуха закончилась. Ну, давайте потихоньку сюда идти. Ничь от обновлений не нравится. За отсутствие перелива производства? Ну, это не перелив производства, это просто отсутствие накапливания производства. Ну, так, какие-то, у меня есть. Ну, как бы, если ты вдруг поменял какую-то там клетку, то все, у тебя типа исчезло куда-то. Значит, я пинг, походу, немножко. У меня тоже я хожу и немножко... полсекунды... Может, секунду... Надо аккуратно, потому что тут варвары у нас появляются. Поселенец, наконец-то. Меня волнуешь, конечно. Тут появится варвар, сразу захват... подожди, по-моему, сейчас в шестерке они сразу не ходят после появления. То есть, вот, если сейчас не появится тут варвар, то я спокойно смогу тут город поставить. Да, на камне, ну, что поделать. Что поделать. Что-то... А, ну, я хочу пансион принять. Сейчас 12 на коплю, можно с табака уберут. Просто я к тому, что почему-то где ходовка какая-то не вести. Почему так долго? Так, мастерство, один ход, давайте откроем. Здравствуй. Новеходство, Томгорное дело. Сорень, да. Вот, ты зря туда ведет. Нормально ставим горы, а я там уже поставлю сегьем сеть. Катя, я еще ни одной ни одной рынке не нашел. Там у меня, поверю, место, а клетку назад, может быть? Ну, там, можно было лево. Влево или назад, чтобы у меня город тоже тут поместил. Ну, хорошо, влево. Так, стена, один тайл, влево. В общем, можно будет принять, я так понимаю, пансион. Это уже клял, решить. А, влево тоже можно? Да, фрактал. Так что, будет все очень странно здесь. Однажденько, право, ты мне забыла, как мне, 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 урожай, 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 меняю на производство, и на создание юнитов. Ставлю город, выкупаю эту клетку. Как тебе устраивает, нормально все? Получаю. Да, у меня как раз на метке помещается. Ой, Америка, добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Интересно, я получил ускорение за уничтожение лагеря? Или это не считается, что я лагерю уничтожен? Нет, не считается. Жаль. Так, эту меточку удалим. Давайте добавим сюда у нас кампус будет. Ну, видите, у меня с ним притормаживают метки. Дальше пойдем в Раннюю Империю. Не хочу, я дружбу заключать. Я вообще на правах хотел селиться, но у меня там ГГС хочу заблочить. 3-3, атак, не тоже, 5-2. Давайте лучше так. Максимум только быстрее, что-то. И начинаем прощать. Пройно, быстрее, воздействие. А внизу мне тундра. Здесь тоже прачников учить поставим. У меня же стоит, на производство стоит. А справа там какие-то траве отменяют. Здесь, кстати, вполне ромашку можно организовать. Тут будет город, на месте пшеницы можно будет делать. правительственную площадь, и здесь вот ромашку вокруг. смотри, там на апельсин у тебя тоже город станет. Жалко, не хотелось бы американца пропускать, смотреть все это, но... у меня не так фамилия пишется. Халебский. Возможно. Так, вот этот варвар может захватывать поселенцев, поэтому я пока не буду везти, дождусь строительства прачника и уже под его защитой поведу. А вот и американец. Блин, он близко. Это плохо. Ну, вот куда мне тут селиться? Надо срочно сюда город ставить. Хочу, просто некуда будет селиться. Да, если война будет, это будет война в таких лагерях. Я думаю, мы сможем все решить без войны. Ну, беремые, морские, там, всякие. Чтобы почитать, типа, если у тебя есть этот картон, типа, ты можешь строить поселок разрешен. Нажми в верхнем правом углу на свою иконку и все почитаешь. о, скаут не должен сейчас захватить. Пойду пойду в плен, варвары. Это уже столица, кстати. Но я не могу соглашаться наружу, этот город не поставлю. Американцы предстоит поломать с тем ходом и все надо сюда идти, чтобы защищать. так, стокгольм, рост, так, и все правильно, линчепинг. Ну, тут все пока. Линчепинг особо много и нечего. Я пойду чайные пакетики обработаю и надо будет сейчас раннюю империю, когда открою Макнуса, сажать и вырубать все. Блин, эти варвары тут очень не в тему. Мешаются уборное дело, международную торговлю открыли. Но я пока не буду ничего тут менять. Плюс одно производство, создание юнитов. третий акт боломов. Давайте. Получается, все сразу взяли и переставили на ВСД. Я ничего никуда не переставлял. Кто-то к этому ВСД привязался. просто неудобно вот я двигаю карту мышкой я двигаю карту мышкой я так привык двигать у меня в ней не получается так мышкой двигать карту нажимай кнопкой и двигаешь мышкой попробуй а точняк что не знал в стокгольме жилья не хватает ладно на производство тогда тут это вот все вырубать надо будет когда раннюю империю откроем сажаем магнусы вперед надо тут еще города ставить получается не знаю тут стоит уже город американца тут он сам не поставит город и получается я сюда не смогу пройти горы мне мешаются не 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 буду так этим я пожалуй схожу сюда посмотрю все пойду лагерь мочить еще может торговцы уже не давать еще воина боюсь что какие-то у нас будут очень очень возможны ранние битвы с американцем что у него по армии кстати 17 слушайте может мне выйти в мечников и убить его то Продолжение следует... Продолжение следует... У тебя, наверное, амбар можно построить. А в Янчепинге в очередь поставлю торговца. Ранняя империя, 4 хода. Ну, в принципе, ведь я сюда могу провести куда-то поселенцев, сунуть, да? Не очень в тему там прачник. Фух, блин. Где вообще у нас вылазят поселенцы? Не, ну вот, конечно, я не буду ставить. Возможно, поставить здесь город. Вот здесь, кстати, выглядит... Конечно, город до хрена, но... Если я просуну сюда... Надо какую-нибудь ГГшку найти, чтобы сюда дорогу провести. Было бы очень неплохо. Так, здесь, по идее, не захватывается. У меня тут зона контроля. Я пока-то прачника поатакую. Чтобы иметь возможность у тебя поселенцев украсть, если чё. Ну, можно попробовать сюда поставить город где-то. И сюда тогда, рядом с рекой. Ну, конечно, такой немножко грустноватый город. Очень много гор. Я в начале партии, когда идёт расстановка городов, ни с кем не дружу. Так, давайте обработку бронзы пока отложим. Каменную кладку пооткрываем. Сейчас, тем более, я её ускорю. Прачником не забирается рабочий, а разведчик не забирает, пока не будет... О, ГГшку какую-то встретил. И у него мало территории. Интересно. Интересно. Да, тут конец. Ранней империи один ход. Откладывать производство теперь смысла нет, я так понимаю. Но мне, видимо, надо тут ставить город, тут. И как-то вот сюда пытаться заселяться. Особо не воевать. Американцев. Всё, давайте глянем, сколько у него всё-таки армия. Армия начнёт 17, так и будет. То мне проще его захватить. Пошёл на разведку, а там комный лучник. Строители два ходу. Ну, давайте строителей сделаем. Так, я, пожалуй, тут. О, караванщик бегает в Иерусалим. Отправил. Я, наверное, тут постою. Да, ну, это... Это фрактал, детка. Магнуса назначаем в Стокгольм. Здесь ставим на поселенцев и на мощь против варваров. Подвисло. Вот, я думаю, что только эти ставят метки. Всё-таки подвисает с метками. Значит, поселенец. Здесь в очередь поселенца. Так, что обработать? Да, наверное, ничего. Пойдём к Стокгольму. Чтобы вырубать, тут одно осталось буквально. Так, политическая философия. Здесь стоим. Это буду вырубать сейчас. Когда Магнус прибудет на следующего поселенца. Надо тут сбегать вниз, посмотреть. Ну, выглядит, что и вот сюда вагу селится. Надеюсь, там тоже никого нету. Хотя бы сюда. Ну, территория так себе. Надо всё-таки попробовать американца захватить. У него два города. У него два города. У него силы 17. Ну, если я поставлю тут город, то вот эти два американских города будут очень в тему. Это мне надо железо открыть, обработать. Но, кстати, не страт-баланс. Не старт на балансе. Поэтому не может, может, может и не быть железо рядом. Ну, что-то юнит как-то совсем не строит. Представляет, что дуболом и прачник – это всё, что у него есть. Анбар. Ну, я всё-таки ещё подожду уничтожение юнитов. Письменность. Давайте стрельбу из лука откроем. Как у нас тут с выходом? О, Балтазар в золотой век выходит. Или не выходит? Балтазар, тебе одного очка не хватило для золотого века, да? Нормальный век. Артист тёмный, я тёмный, чилинь я тёмный, твой лайк тёмный. Обидно. Магментальность поставлю. Так, Магнус там прибывает. Калечимся. Оважаем дуболом. Кстати, он, наверное, так и не увидел в Стокгольме, я думаю. В всяком случае, не должен был. Так, ну тут скучно. Я, наверное, к озеру тогда здесь поведу город. Сюда на болото поставлю. И здесь тогда сюда поставлю. Нормально будет. Что там, Египет-Православие принял, да? Да, в патч-ноуте написано, что теперь его коляски вроде как не заменяют эти... Тяжёлые колесницы. Остались там тяжёлые колесницы? Египет, посмотри, ты можешь тяжёлые колесницы строить? Или есть они у тебя? Да, можешь. Ну, отлично. В чём прикупалти? Ну, раньше Египет заменял тяжёлые колесницы и апались, и в этот уникальный юнит Марья, но они апались в арбалеты. То есть люди, играющие за Египет... Сейчас они во что апаются? Они во что? Нет, они в арбалеты и апаются. Но при этом у тебя тяжёлые колесницы остались. Ты можешь тяжёлые колесницы строить, чтобы апаться в рыцарей и дальше там до танков. А так, получается, ты просто лишён этого, только только с рыцарей, только рыцарей мог начинать строить. Спасибо большое. Так, хочется обработку бронзы уже открыть, но я убью скоро третьего. Парня, давайте в деньги пойдём. Как только я это сделаю, надо будет открывать мечников. Прикольное чудо. Надо завернуть в Янчепинг, обработать обязательно железо. Сколько у меня-то в итоге дуболомов четверо. Только вот из-за этого чуда в нормальный бег я выпал. ВЫСТРЕЛЫ ПОЛОДИО вообще вы знаете решил о чем я спешить с мечниками я смогу апнуть дуболомов вещиков будет стоить 10 железа каждый апгрейд где мне сейчас найти эти столько железа нет вообще всего одно железо тут рядом этого нету смысла спешить с мечниками 26 по идее до веры нет не хочу права прохода дерзко выкупил клеточки углы границы фиге радиус на его город и только что выкупил 3 радиуса своего города нет это второй колец взять виктора или взять пингал или может я решили дали не особо растут город окор что ща рейну тире ну ты и францы это не финики выжив помоги ты дерзко город поставил не саисы почему тебя у тебя три апельсина ты типа такой запись и не предъявляешь отмечу что чуть-чуть выше мы столица логично между тобой и свои столицы развести хотя бы один город и логично ну ладно не значит что по типу клетки не могу выкупать свои тут а окей нет у нас с американцем нету давайте что тут конечно вообще лучше колесо обработка железо тут лучше все всадниками на нее карточку поставить на них вернусь надо защитить эти места амбар растем вообще тяжело вот тут нападать вот этими юнитами я бы на самом деле не спешил с нападением вы пока селился военный лагерь кампус но монумент поселение сюда идет это поселение сюда идет этого поселенца вот я не хочу куда-то вот туда вести блин или все-таки перекрыть да не я бог это вот сюда повел еще но это все пока шесть городов наверно да еще одного поселенца построить все-таки в стокгольме сразу в очередь бахну его а вот это действие американца означает войну все-таки двигаемся здесь относится к стокгольму вырубаем возвращаемся обратно надо убрать мне не лечатся и юнит здесь или а лечится скорее все-таки лечится так что у него с армии думает и устроить 35 построил а где лошади кавалерия военную традицию это будет сейчас я захвачу лагерь вскоре военную традицию тут хороший города я поставлю тут все вырубить равнина холмы равнина холмы а все равнина то есть холмы только вот этот и вот это да может тут начать хотя но тут мало тропических лесов для чеченицы я тут все равно город ставлю не буду это двигать потому что тогда он мешает вот этому городу убрать пшеничку все таки а вы еще железо слушайте ну как как всегда я все не замечаю надо бы конечно обработать он у него что с железом у него нету пока железа ну вы понимаете апгрейд в мечников дает они 36 силы так и всадники 36 силы а я их просто сейчас поставлю карточку и построим этих лошадей немерено амбар завершён в рост давайте строители сейчас нету смысла откладывать производство надо все строить на этом пока все спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке сообщества а для всех остальных оно выйдет завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока